Ребятушки, всем добра и позитива, особенно тем ребятам, которые проживают в Дрейлине, Стопине, Плявниках, Пурчике. И сегодня мы поговорим о мусоросжигательном заводе. У меня родилась шикарная идея, которую хочу с тобой поделиться. Смотри, я сейчас стою напротив того места, напомню, где 25 апреля в 5 вечера, могу что-то путать, надо уточнять еще, будут собираться люди и решать фактически нашу судьбу, чем мы будем дальше дышать, свежим воздухом или не совсем свежим. Вот, и у меня есть подозрение, это просто ничем не обоснованное подозрение, просто я так думаю, и я делюсь с тобой. Значит, смотри, как я это вижу. Эта дума, я ее очень уважаю, очень доволен ее работой, однако они сделали ошибку, большую ошибку, в результате чего у нас было самое дорогое отопление во всей Латвии. А сейчас уже выясняется, что не во всей Латвии, а во всей Европе у нас были самые высокие коммунальные платежи. И это была ошибка этой думы. И тогда вот на эту площадь, вот сюда вот, пришли люди, да, и приперли их так к стенке, что, я думаю, им мало не показалось. Они реально зассали, они боятся теперь народных возмущений и масс. Следующий момент, мы же знаем вот в средствах массовой информации, что депутатам предлагают многомиллионные взятки. Вот недавно состоялся суд, когда одному депутату предложили 1 миллион евро, да. Итак, повторюсь, значит мы видим, что депутаты боятся, мы это поняли. Мы видим, что депутатам предлагают многомиллионные взятки. Это у меня в голове, это вот реально из нашей сегодняшней жизни. Теперь у нас могут быть подозрения, что в очередной раз вот этим депутатам предложили многомиллионную взятку для того, чтобы построить мусоросжигательный завод. Теперь по сути, представьте себе, что вот здесь люди строят свои дома. И когда они строят свои дома и связывают свое будущее с этим местом, если бы им сказали, что здесь будет мусоросжигательный завод строить, стали бы они это делать? Думаю, нет. Соответственно, поскольку мы построили здесь свои дома и мы здесь проживаем, то у них есть моральная ответственность, потому что нас об этом не предупреждали. Поэтому вполне обоснованно, что мы будем протестовать. Но как они хитро делают? Они не хотят выйти к народу и поговорить. Они говорят, мы будем заседать вот в этом здании, вот в этом здании, а вы получите ссылку и можете посмотреть по видео, как мы там будем заседать и решать вашу судьбу. Мое конкретное предложение, не бла-бла-бла, а мое конкретное предложение. Вот услышь его, пойми и поделись с другом. Вот сюда я приду, вот сюда я приду 25 апреля в 5 вечера со своим телефоном. И с телефона я зайду на эту ссылку и мы все вместе вот здесь на улице будем слушать это. А когда закончатся их конференции, мы встретим их здесь на выходе. Понимаешь? И будет и как они хотят, и как мы хотим. И тут всего два входа. Вот смотри, вот черный вход, да? Вот отсюда они могут уехать. Либо вот центральный. И я напомню, что это наши наемные рабочие. То есть мы их избрали и мы их сюда посадили. И если наши наемные рабочие от нас бегают тут и прячутся, ну далеко не убежите. И далеко не спрячьтесь. Я не призываю ни к каким митингам, ни к чему. Я просто говорю, это же хорошая идея собраться здесь для совместного просмотра. Смотрите, лавочки удобные. Вот, смотрите, вот лавочки удобные. Вот сюда вот сяду, например, вот это моя лавочка, забиваю. И буду сидеть смотреть, видишь? Посмотрю я свое видео. У меня будет какой-то вопрос и мнение. Я, может быть, онлайн его не успею задать, да? И вот из этой двери господа будут выходить, а я с лавочки прямо подойду и скажу, минуточку, у меня есть возражение, да? Есть возражение. И я хочу вам задать свой вопрос. Блин, как по мне, я просто умничка и очень креативный малый. Но я не призываю ни к каким митингам, ни к каким сборищам, ни к каким собраниям. Просто я говорю, я сюда пойду. А ты, мой подписчик, если хочешь, можешь со мной здесь встретиться, поболтаем заодно. И вместе зададим им вопросы. И если вот таких креативных людей будет больше, то знаешь, что мы в нашей Латвии сделаем? Мы исключим возможность депутату дать взятки. Потому что кто-то может дать депутату взятки, а народ выйдет, блядь, и этого депутата собачьим, и того, кто эту взятку попытался дать. И никакого здесь завода не будет по сжиганию мусора. Ребята, плявники, пурчик, дрейлини. 25 апреля в 5 вечера. Ничего не призываю, просто говорю, вот здесь это будет происходить. Вот здесь, вот здесь вот, вот здесь. Лавки вот здесь вот, а происходить будет вот здесь.